Здравствуйте! Шалом! Этот материал выходит при поддержке спонсора Елены. Спасибо ей за это. Сегодня мы рассмотрим слова с корнем Далет Гимель Ламет в Иврите. Для этого мы воспользуемся соответствующей страницей моего общесемитского корневого словаря. Базовым словом с этим корнем будет слово Дегель. Дегель это флаг или знамя. Или, например, в традиции славян это может переводиться как стяг или хорук. Дегель. И теперь представим себе, что этот флаг или знамя не только в современном значении. Например, когда экскурсовод в каком-то людном месте ведет за собой группу экскурсантов, мы обращаем внимание, что экскурсовод поднимает, как правило, на какой-то палочке какой-то знак. Там может привязана ленточка какая-то быть или флажок, или что-то такое. Вот это и есть Дегель. На что мы обращаем внимание, что выделяет человека, несущего этот флаг из толпы, например, или где-то на местности. То есть передает нам какую-то информацию. То есть это не просто абстрактно флаг-знамя, это передача информации. К этому мы еще вернемся чуть позже. Слово Дегель во множественном числе ДГАЛИМ. Например, в словосочетании МИЦАД АДГАЛИМ дословно получается ПАРАД ФЛАГОВ или ШЕСТВИЕ ФЛАГОВ. По смыслу мы переведем как ШЕСТВИЕ С ФЛАГОМИ. В словосочетании СФИНАТ АДЭГЕЛЬ СФИНА – это КОРАБЛЬ. СФИНАТ АДЭГЕЛЬ получается КОРАБЛЬ ФЛАГА. Мы по смыслу переведем как ФЛАГМАНСКИЙ КОРАБЛЬ, то есть который основной корабль в группе боевых кораблей. Популярное словосочетание в современном языке НИКРАЛАДЭГЕЛЬ дословно получается ВыЗВАН К ФЛАГУ. А по смыслу как ВыЗВАН ДЛЯ ВАЖНОЙ МИССИИ. ПРИЗВАН. ДЭГЕЛЬ ЛАВАН, так же как в русском языке, БЕЛЫЙ ФЛАГ, то есть НЕСЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СМЫСЛ. Это словосочетание. Обычно, когда группа сдаётся, например, и поднимается БЕЛЫЙ ФЛАГ, или когда группа, например, идёт на ПЕРЕГОВОРЫ, то есть противник понимает, что в эту группу нельзя стрелять, например. ДЭГЕЛЬ ШАХОР – это символ какой-то проблемы, несчастья, чёрный флаг, так же как и в русском языке. Давайте возьмём слово ДУГЕЛЬ. ДУГЕЛЬ – это отстаивающий идею, изначально поднимающий знамя. В современном языке используется только в значении отстаивающей идею и, как правило, только в языке высокого стиля. Отсюда слово ДЭГУЛЬ. ДЭГУЛЬ образовано так же, как, например, СУГЕР закрывает, САГУР закрытый. КОТЭВ пишет, КОТУВ написанный. Соответственно, ДЭГУЛЬ – это на котором сконцентрирована идея или какой-то смысл, сочетающий в себе. По смыслу мы переведём ДЭГУЛЬ как «выдающийся». Возьмём следующее слово ДИГЛОН. ДИГЛОН – это флажок. Суффикс «он», который прибавляется к существительному, часто, в игрите, бывает, что это признак чего-то маленького. Например, СЕФЕР – книга, СЕФРОН – книжечка. ДЭГЛЬ – флаг, ДИГЛОН – флажок. ДЭГЛАН – это слово образовано по тому же принципу, как, например, слово РОГДАН. РОКЭД – танцует, РОГДАН – танцор. По аналогии с этим, ДУГЭЛЬ – это тот, кто под флагом вывешивает флаг. ДЭГЛАН – это кто профессионально несёт флаг. Мы переведём это как «знаменосец» или «несущий флаг». То есть, когда в Израиле популярны на праздники, например, в День независимости, шествия с флагами или танцы с флагами. И, соответственно, вот тот, кто участвует в этом шествии, будет называться тоже ДЭГЛАН – танцор с флагом. Тоже может быть ДЭГЛАН. Интересно, что «знаменосец» в принципе, изначально мы могли перевести как «прапорщик». То есть, это было слово, определяющее бойца, который несёт боевое знамя или боевой флаг. И «прапорщик» в современных армиях – это слово немножко изменилось, или может быть в древних ещё каких-то, или в старых армиях в Европе, например, в славянских армиях это могло называться «харунжий». То есть, тот, кто несёт вот «харук» в какой-то особый символ. В современном языке ДЭГЛАН – это человек, несущий флаг. Не обязательно военный, да? ДЭГЛАНУТ – это представление с флагами. То есть, когда группа участников, они могут танцевать, например, или двигаться каким-то образом красивым, чтобы произвести впечатление. Это называется ДЭГЛАНУТ. МЕДАГЕЛЬ устанавливает или поднимает флаг. Я сразу хочу предупредить, что это слово в обычной речи практически не употребляется. Будем считать, что это военный термин. И точно так же ДЭГЛЬ – это установка флажков, поднятие флага. В армии те, кто служит, сталкиваются с командой ДЭГЕЛЬ-ЭТ-НИШКО. Например, АМИШМАР ДЭГЕЛЬ-ЭТ-НИШКО. По смыслу, как оружие на караул. То есть, оружие поднимается в руки и поднимается вверх. Вот это имеется в виду. Отсюда, так, давайте перейдем к древнему языку. И слово НИГДАЛЁТ. В современном языке мы это слово не встретим. Будем считать это слово архаизмом. Тем не менее, попалось нам в тексте «Песнь песней». И я приведу всю цитату, и мы поймем, о чем идет речь. И переведем, учитывая особенности древнего языка. «Красиво ты, подруга моя, как ТИРЦА». ТИРЦА – это город, который очень красив. «НААВА КИРУШАЛАЕМ» – «Приятно, как Иерусалим». И вот здесь нужно объяснить. Если мы будем переводить в современном варианте перевода, мы можем слово АЮМА перевести как ужасное, страшное. Это страшное, как что-то. Понятно, что это уже не будет комплиментом. А в древнем языке давайте мы слово АЮМА переведем как грозное, грозна. Ты вот такая очень решительная, может быть, так тоже можно перевести. И вот что такое НИДГАЛЁТ. Попробуем понять. То есть нам понятно, что это будет что-то связанное с флагами. Что имеется в виду, и в единственном числе, возможно, это НИДГЕЛИТ или НИДГАЛА, что-то такое непринципиально сейчас. Мы понимаем, что речь идет о группе, возможно, группе военнослужащих, которые идут под флагом. И мое предположение, что НИДГАЛЁТ можно перевести как фаланги. То есть в современном языке это было бы, например, рота, или, может быть, взвод, отряд. Как-то так можно перевести. Фаланга. Что такое отдельная фаланга? Это группа военнослужащих, которые идут под отдельным флагом. Зачем нужен флаг? Для того, чтобы разные отряды, они могли видеть друг друга. И теперь я объясню еще, что флаг это не просто символ, это еще и передача информации. Условно, например, отряд командира поднимает флаг, и на нем есть, я к примеру говорю, красная ленточка. Это означает, все сейчас идут ко мне. Например, появляется желтая, например, ленточка, и это может означать, мы отступаем. Например, появляется зеленая ленточка, она может означать, мы наступаем. То есть при помощи флага передается какая-то информация. И когда на улице города вдруг появляются вот эти флаги, мы понимаем, что это не просто гуляющий отряд военнослужащих, а что это боевое какое-то шествие. И, соответственно, когда противник видел солдат, военнослужащих под флагом, это уже сам факт этого организованного передвижения мог привести противника в бегство. А теперь сравним с похожими словами в иврите. То есть есть такая теория, что похожие корни в иврите очень часто связаны какими-то значениями. И очень часто это работает. Давайте сравним. Я беру слова с корнем «далет гимель мем», то есть различие здесь только в одной букве. Слово «мадгим» это демонстрирует, моделирует, приводит пример, то есть показывает как нужно, привлекает к себе внимание. Отсюда дугмонит, манекенщица, натурщица, фотомодель. То есть она как флаг привлекает к себе внимание, как символ. Я беру слово с корнем «далет гимель шин», «мадгиш». Мадгиш акцентирует внимание, логически подчеркивает. Отсюда слово «дегеш» в грамматике тоже, которое используется. Я беру слово «декель», и «декель» это пальма. Если мы подумаем, то пальма, особенно если финиковая пальма, например, дерево, которое высокое, и сверху оно чем-то может напомнить флаг, или вот какое-то то, что, например, экскурсовод несет в руке над собой, чтобы привлечь к себе внимание. Пальма, она как бы выделяется среди других деревьев. Она высокая. Декель. Сегель. Здесь тоже отличие в одной букве от слова «дегель». Корень самых гимель «ламит». И мы можем сказать, что «сеголь» это фиолетовый цвет. «Фиолетовый» очень трудно определить, какой это именно цвет, потому что у этого цвета разные оттенки, но всегда фиолетовый он привлекает к себе внимание. Это цвет, который яркий, он необычный, он отличается от других цветов. «Сеголь» на иврите – это фиолетовый. «Сгула» – это особое свойство, что привлекает к себе внимание. Это же слово можно перевести как «уникальная способность какая-то». И отсюда «персонал» на иврите «сегель» – что-то особое, что-то выделенное. Как бы условно то, что сконцентрировано вокруг флага. Слово «шегаль» – «шегаль» – я перевожу его как «царская наложница». Кто-то переведет его как «жена царя». Но я считаю, что вот этот перевод правильный. «Мой царская наложница». И наложница – это не жена, но она имеет права жены. Обычно наложница, она чем-то отличается внешне. То есть она как флаг привлекает к себе внимание. Я очень надеюсь, что этот материал был несложным, интересным. Если вы по ссылке, которая в описании поставлена, перейдете на страницу сайта, вы сможете ознакомиться с примечаниями Ярама Алимельмана, где он связывает евритский корень «далит гимель рейш» с корнями в других семитских языках. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, редактор Татьяна. Лейт Раут. До свидания.